Анатолий Лоха родился и вырос в селе Алексей Никольском. Его родители занимались земледелием, поэтому Анатолий Петрович уже с детства знал народные премудрости и приметы, которые помогают получать большой и вкусный урожай. Фермер выращивает овощи, ягоды и фрукты. Анатолий Лоха поделился опытом, как уберечь клубнику от морозов, если снега нет. Осенью не полениться. Лучше всего а потом прикрыть камышом. Придавили чем-нибудь и лежит. Тогда, если будет снег, ну хорошо. А нету снега, ваша клубника не вымерзнет. Кто потопает, тот и полопает, говорит Анатолий Петрович. По мнению земледельца, сельское хозяйство в Приморье – дело рисковое. То дожди и потопы, то засуха. Вот и зима выдалась бесснежная. Чтобы никакие погодные условия не повлияли на урожай, лучше заранее подстраховаться. Уже и земля под весеннюю посадку у фермера готова. В теплицах нужны температурный режим и влажность. Вот земля. Здесь берется земля с подсобки и листья перепревшие. И еще сапропель. Это ил, домное отложение ила. И просевается на сетку. И ложится сюда. Это уже готовится земля к весне, к посадке бахчевых арбузов. После месяца в теплице саженцы отправятся на целину – землю, на которой никогда ничего не росло. Именно там могут вырасти самые крупные, сочные и сладкие плоды. Целина у фермера под сопкой. Здесь у почвы богатый состав благодаря листве и дождевым потокам, стекающим с сопки. И сторона здесь солнечная. Вот я приготовил землю для посадки ранних бахчевых арбузов. С осени земля скопана, спахана. Здесь будут расти ранние арбузы. Высаживаться они будут 1 апреля. Они будут садиться рассадой и укрываться будут туннелями. Пленка еще сверху. По мнению опытного фермера, в бесснежную зиму могут пострадать от мороза посадки, если укрывали их с учетом будущих сугробов. Также вымерзнуть могут ранние зерновые культуры. Я думаю, что в марте будет много снега. А много снега – много хлеба. Земледелец объясняет, почему у соседей по полю китайцев чаще всего овощи со вкусом травы и зачастую не просто бесполезные, а даже вредные. После сбора урожая земля должна отдыхать 2-3 года. Потому что у них целины нет. Они каждый год, из года в год и десятилетиями, садят на арендованной земле. Они просто соблюдают все в оборот. Если использовать почву без передышки, она быстро станет пустой и безжизненной. И тогда без удобрений и химии уже не обойтись. Фермер из Алексея Никольска гарантирует, его урожай экологически чистый и безопасный. Первые арбузы, выращенные на этих полях, появятся на сельскохозяйственной ярмарке уже в июле. Тамара Илюхина, Роман Адонин, Телемикс.